Телеканал НТН представляет Кулачные бои в исполнении слабого пола Куриными, грязными И даже лишенными спортивного духа Но все изменилось Когда мужская публика увидела На ринге невероятно красивых женщин Способных на равных Состязаться с мужчинами Голливудская актриса Сандра Буллок Британская супермодель Науми Кэмпбелл Двухкратная чемпионка мира по боксу Украинка Алина Шатерникова Это успешные леди Которые точно знают Как правильно бить Для меня важно было выиграть А как будет выглядеть Мое лицо после боя Меня это абсолютно не интересовало Сегодня женщины могут Поставить за себя даже в клетке В боях без правил Где действуют самые жестокие законы Давайте представим Насколько это зрелище Может быть захватывающим И опасным Порой очень трудно в чем-то переубедить женщин Например, навсегда ставить занятие боксом Довольно опасным видом спорта Который может доставлять не только удовольствие Но и приносить неплохой заработок Деньги Это весомый аргумент Даже если есть угроза Получить рассечение или синяк Что для большинства представительниц слабого пола Уже само по себе является катастрофой Ну, так вид-то спорта избрали какой Ну, если выходить на ринг И думать, боже, хоть бы только не синяк Ой, только не по лицу Да, только не по лицу Женщины всегда бьют по лицу Мало кто из настоящих джентльменов Хотел бы видеть свою леди С гематомами под глазами Или с распухшим от удара в носом Но если она сама выбрала Такой вид спорта Тогда без этого никак Кровь на лице далеко не самое страшное Что может произойти Женские кулачные бои связаны с большим риском Поэтому у них так много противников Даже среди великих чемпионов Женский бок стал тоже олимпийским видом спорта Женщины участвуют, стараются Пусть они меня простят Я тот человек, который занимался всю жизнь этим видом спорта Но когда я вижу Ну да, вот такой вот нос Такой уже не раз поломанный Может быть какие-то шрамы на лице Делают мужчину еще более мужественным Не уверен, что синяки украшают Или поломанный нос может украшать женщину Поэтому К женскому боксу я отношусь Пусть меня они простят Но предвзято Это исконно мужской вид спорта Как-то в одном из своих интервью сказала Вот Виталик высказывается, что якобы бокс это не для женщин Да, это он не для немногих мужчин Хотят джентльмены того или нет Но вряд ли они в силах остановить двух серьезно настроенных женщин Которые бросили друг другу вызов и вышли на ринг Поверьте, что для каждой из них такая дуэль Значит намного больше, чем просто попытка показать себя И помахать кулаками Не все чоловики занимаются чоловическими справами А лезут в женские И таких случаев очень много И деколу навык женщинам Треба переходить на чоловические профессии Потому что чоловиков много кто Ну, возможно, даже не справляется Сильной половине человечества вообще трудно объяснить Почему женщины могут столь яростно и жестоко драться И сбивая лицо соперницы в кровь Но согласитесь, смотреть на это порой очень увлекательно Я оказалась в смешанных единоборствах случайно Когда пришла к моему бойфренду в зал Ко мне подошел один тайец и сказал Девочка, ты толстая, тебе надо сбросить вес И вскоре я уже получала удовольствие от того, что отправляла людей в нокаут Что вы думаете об этой красотке? Она может свести с ума любого мужчину Но что, если неожиданно для себя вы откроете в ней другие таланты? К примеру, увидите ее бои в клетке Джина Карано Американская актриса и боец по смешанным боевым единоборствам Встретив на пляже такую незнакомку Вряд ли кто подумает, что она чемпионка по боям без правил Многие парни пытаются произвести на меня впечатление разговорами о драках И мне это нравится Им кажется, будто я тоже думаю только о том, как подраться Становится даже неловко Мы нравимся друг другу и начинаем бороться Он понимает, что я сильна И ему придется попотеть Джина Карано заработала своими кулаками огромное состояние И стала настоящим идолом для женщин Которые ищут свое счастье на ринге И с каждым годом ее последовательниц становится все больше и больше Буквально в смысле драться мне нравится Мне нравится, потому что я не люблю насилие Я не могу даже смотреть Трудно поверить, что эта хрупкая девушка выдержала жесткие испытания И впервые в истории Украины в мае 2013-го Завоевала звание чемпионки Европы по карате Я должна кайфовать от того, что я делаю Я выхожу на бой с классными эмоциями, с позитивом С позитивом и с позитивными мыслями такими, что я выиграю этот бой Не так, что меня набьют или я кого-то набью То есть, ну, как-то вот так настраиваться Я выхожу, иногда я даже улыбаюсь перед двоями Просто смотря на девочек, смотря, как они нервничают Я просто улыбаюсь Посмотрите, выйдя на татами, Анита грациозно перемещается, выжидая нужный момент И вот контратака и быстрый удар в корпус Чтобы вы не сомневались, насколько техничным и молниеносным может быть такой удар Мы попросили очаровательную чемпионку Европы принять участие в нашем небольшом эксперименте Ее соперником будет выступать манекен, который выполнит роль отважного спарринг-партнера Итак, вначале улыбка от Аниты Серегиной Такой удар действительно может сравниться с молнией Кулак каратистки движется с ускорением 21 метр в секунду И касается подбородка манекена силой 47 килограммов Это при том, что сама Анита весит всего 52 Но вы ошибаетесь, если думаете, что этой хрупкой девушке Ни разу в жизни не приходилось на себе испытывать нокаутирующие удары Мне девочка ударила в нос, и я почувствовала хруст в носе И у меня просто нос немножко скривился в правую сторону У меня тогда потекла юшка крови И было не особо приятно, но это как-то случилось в бою Мне вытерли кровь, я пошла драться дальше, и все нормально Психологически женщине тяжелее перенести боль в физические нагрузки и насилие, чем мужчине Тем более, когда ее бьют по лицу с целью нанести травму и сбросить с высокого пьедестала А если девушки, не дай бог, сломали нос или оставили шрамы на лице Это будет равносильно кровной обиде Буря эмоций, криков и проклятий с вырванными волосами Вот на что в 18 веке поставили английские букмекеры И явно не прогадали Уличные женские драки стали очень популярны И постепенно превратились в яркое шоу Участники которого все чаще брали уроки бокса Это реально бой Это бой, в котором и кровь И разбитые носы И разбитые руки, и локти, и ноги Ну, то есть Это разное Интересные вещи, особенно у женщин То есть, как раз, если мужчин можно, да, там До определенного момента доходит, расходится А потом еще друзьями остаются, да, то у женщин так Однозначно Это черно-белое видео свидетельствует еще об одном виде женских единоборств Две полураздетые женщины на потеху публики кое-как и довольно долго бьют друг друга кулаками А вот еще одна запись, сделанная в Соединенных Штатах в 50-е годы прошлого века Две дамы, выступающие в рестлер-шоу, бросают друг друга так, что мурашки бегают по коже Проводят захваты и кричат во время приемов на удушение Довольно часто в ход они также пускают свое тайное оружие Остро наточенные ногти и зубы К сожалению, такое бывает и на профессиональном ринге Было даже такое, что меня кусало под час боя Раз меня девчонка вкусила, заживит Были случаи, когда тягали за волосы Причем так наглым образом И царапались После боев без правил Большая шея, руки Грудная клетка расцарапана Однако на профессиональном ринге кусаться нельзя ни в коем случае Об этом приеме не шла бы отдельно речь в правилах, если бы иногда бойцы не давали волю эмоциям Как, например, это сделал Майкл Тайсон Помните, как он откусил в бою часть уха Эвандера Холифилда? Говорят, если бы на месте Тайсона была женщина Она бы проглотила ухо целиком И судья ничего бы не заметил Нам нельзя только бить в пах Ну и за волосы нельзя, если девушки А все остальное можно И бить, и бороться Ну и кусаться нельзя Человеку, впервые увидевшему женщину на ринге Возможно, трудно будет поверить своим глазам Боксеры обмениваются жесткими ударами, как заправские панчеры Они открыто идут на столкновение в ближнем бою Получают в голову, челюсть, нос и не отступают Потому что это бой со званием чемпиона мира В красной форме украинка Мария Бадулина Против американки Ракель Миллер Я знала, что у нее такая манера Она выжидает, а потом просто летит с атакой Вот, и я старалась как бы ее раздергать Опять же, тоже там эмоционально Мария нагнетает темп Бросает точные левые джебы И делает быстрые акценты правой Да так, что американка еле стоит на ногах Соперница быстрая, напористая Рикель Миллер, американка Мы посмотрели предыдущие ее бои Выступала она великолепно Вот, и установка на бой была То, чтобы она работала на дистанции Встречала ее, проваливала Вот, и получилось даже с нокдауном выиграть То есть она поймала ее навстречу Был встречный удар И оказалась американка в нокдауне Такому нокдауну могут позавидовать даже короли ринга из числа мужчин Знаете, эмоционально получаешь от любого удара Даже если и не от нокдауна, а просто от точно попавшего Эмоционально, как бы, кайф получаешь Выяснить, какой силой может быть удар женщины Нам поможет боксер сборной Украины Обаятельная Ивана Крупени Так она выглядит на фотографиях Не правда ли? Очень привлекательная девушка Ну вот так Ивана работает на ринге Причем, обратите внимание, в спарринге с мужчиной Казалось бы, силы неравны И женщина должна бы отступить Но только не на ринге Прежде чем провести наш опыт И выяснить силу удара боксерши Мы обязаны показать кадры, снятые любительской камерой На международном турнире Ивана Крупеня Выходит против француженки Дельфини Марсини Следуя избранной тактике Ивана отдает первую роль сопернице И вскоре проводит роскошную контратаку Нанеся два точных удара в челюсть Отлично Француженка потрясена Веди левый прямый Я рублю уклон Поднимаю снизу И уже добавляю левым Вот я вечула самую целевую Те, кто не любит женский бокс Но при этом хоть что-то в этом понимает Должен признать Это была яркая и точная контратака Достойная самой высокой оценки Два удара в челюсть И победа за Иванной Крупеней АПЛОДИСМЕНТЫ Если честно, нокдаун Я не сказала, что я сильно получаю От этого задоволения Я больше люблю, знаете, обигрывать Дурить Я сильно драку Я сильно не люблю А теперь представим Какой силы удар может нанести боксерша Средней весовой категории Для этого мы попросили Ивану Крупеню Поработать с грушей Оснащенной измерительными приборами Итак, для разминки Ивана отрабатывает серию Подобную той, что она использовала В поединке с француженкой Вес ударов 63 72 И 95 килограммов Это действительно тяжело И можно сравнить с четырьмя 20-килограммовыми мешками муки Которые еще нужно удержать на себе И, наконец, еще одна серия Высокоскоростная камера Фиксирует, как полностью Вложившись в удар Ивана продавливает Самую жесткую боксерскую грушу Даже неловко представить Что если на пути кулака боксерши Окажется слишком навязчивый мужчина Есть женщины со своими амбициями Которые тоже не хотят уступать В чем-то мужчинам Это понятно Как женщины идут в политику Казалось бы, не женское это дело Но тем не менее Сколько политиков Можно приводить Бесконечное количество примеров Так же само и в спорте Это уникальная запись Первый женский бой Показанный в прямом эфире На американском телевидении В андеркарте поединка С участием Майкла Тайсона Выходят две супер боксерши Кристи Мартин И Дирдре Гуарти Даже скептики не могут сказать Что это бокс В исполнении аматоров Смотрите, как женщины Наносят друг другу Серии мощных ударов Во втором раунде Чемпионка мира Мартин Пробивает защиту соперницы Ударом челюсть Отправляя ее в нокдаун Однако Гуарти поднимается Недовольно качая головой И снова в бой Когда рефери Объявляет победителем Кристи Мартин Гуарти плачет от обиды Однако надо признать Что ей повезло Потому что обычно Мартин отправляет соперниц Вот в такие нокауты Один раз, да, было такое Девочка головой попала мне В эту часть возле носа Немножко рассекла И онемение такое произошло Которое, ну так Месяца три Ощущала конкретно Онемение Такое нервных окончаний Так вот здесь Зубы так практически Их не чувствовала Это довольно любопытный факт Все женщины Выступающие в боевых единоборствах Тренируются наравне с мужчинами Только через такие испытания Они могут быть готовыми К самым жестким поворотам В настоящем бою Иногда бывало С мужиками Когда ты спаррингуешь И мы заводимся Это как вначале Так они жалеют А потом Когда я-то не жалею Мне-то надо Чтобы был фулл контакт Для того Чтобы научиться Выживать в ринге Да Вот И когда Пацаны начинали Тоже где-то пропускать Они тоже заводились Им тоже Как-то так От девчонки пропускать удары Этой хрупкой женщине Удалось сделать то О чем могут мечтать Многие именитые боксеры В то время Когда будущая Дважды чемпионка мира По боксу Алина Шатерникова Начинала свое восхождение На спортивный Олимп В качестве спарринг-партнера Тренер ставил ее К братьям Виталию И Владимиру Кличко Когда Допустим Вове или Виталию Говорили Чтобы Он защищался В ринге А мне делай все, что хочешь Ну То, что разрешено Как бы в боксе То есть Находи Так сказать Дырки Открытые места В защите Для того, чтобы Попасть Попасть точно То есть Не бить там По локтям По предплечью По перчаткам А нужно было Обманными Обманными движениями Заставить Например Или Вову Или Виталика Там Приподнять руки И пробивать Допустим Удар По корпусу Кто бы мог подумать Встроенная девушка Выступающая В легком весе Против двух Великих чемпионов Чтобы вы не сомневались Во время спаррингов Ей удавалось Пробивать Защиту Братьев Кличко Ее небольшой Но крепкий кулак Проходил Сквозь руки Партнеров Я всегда хотела Побеждать И ради победы Меня никогда не пугали Непереломанные носы Выбитые Там Зубы Разбитые брови И тому подобное Поэтому Может быть То есть Я воспринимала это Как издержки Этого производства Это чудом Сохранившиеся кадры Чемпионата мира По кикбоксингу Проходившим в Киеве В 1995 году После боя Еще малоизвестного Виталия Кличко Начинавшим Свою карьеру Как кикбоксер На ринг Выходит Алина Шатерникова Она в черной футболке И вот Грянул бой Мужчины Как настоящие джентльмены Предоставили право Первыми Оспаривать Чемпионские титулы Прекрасным дамам И первыми В весовой категории 48 килограммов На киевском ринге Сошлись Прекрасная Флоренса Леграс И очаровательная Алина Шатерникова Для украинской публики Женские кулачные состязания Еще выглядят в диковинку Тем более Поединки в полный контакт Где допускаются Мощные удары Руками и ногами Ну, после боя Лицо у меня было Достаточно побитое То есть были Большие гематомы Сечек, к счастью, не было Но гематомы И синяки И большие такие опухоли Были очень-очень приличные Даже иногда очки не спасали Ну, я на этот счет Абсолютно не комплексовала То есть Для меня важно было выиграть А Как будет выглядеть Мое лицо после боя Меня это абсолютно не интересовало Эта женщина Очень популярна в Германии В том числе У читателей мужских журналов Сегодня она известный Тренер по фитнесу Который олицетворяет Для немцев Красоту и мощь Женщины-боксера В 2001 году Немка Регина Холмич Вышла против Алины Шатерниковой И сразу попыталась Боксировать первым номером Однако украинка Отлично держала защиту После первого раунда Тренер Регины Пытался успокоить воспитанницу Уверяя, что она сильнее И опытнее Но это было не так Смотрите Во время трансляции Немецкие режиссеры Повторяют точные удары Которые приходится испытывать На себе немецкой боксерши Трудно понять Как ей вообще Удается устоять на ногах После столь мощных попаданий В голову Было громадное количество Точных встречных ударов Ну, которые отразились Я думаю На ней мы увидели Как у нее взгляд Совершенно расфокусирован был У немки Она совершенно была потеряна Она не знала, что Как делать Конечно же Алине тоже досталось В том бою Но к десятому раунду Она выглядела намного легче Активнее И свежее К тому же немке Постоянно требовалась помощь медика Пытавшегося скрыть Рассечение На ее лице Она просто шла под мою Под мой встречный удар Под мой прямой слева Я настолько чувствовала дистанцию Я настолько чувствовала ее Что у меня не было вообще Ни синячка Ни гематома У меня было абсолютно Как бы чистенькое лицо Последний десятый раунд Под натиском украинки Немка устает И все чаще Опускает руки Даже после финального Звука гонга Немецкие режиссеры Вновь показывают Точные выстрелы В исполнении Алины А теперь Внимание На лице Регины Холмич Видны гематомы Чтобы хоть как-то Их скрыть Она надевает Кепку Тем не менее Рефери Отдает победу ей Вот это Боксерка Боксерша Которая Фактически Проиграла Алине Шатерниковой За титул Чемпиона мира Но победу ей Отдали Даже несмотря на то Что у нее было Разбито лицо А Алине Даже макияж Не надо было наносить На пресс-конференцию Она классно Свеже выглядела Такое бывает Даже в женском боксе Судьи играют Против того Кто сильнее Кто боксирует На чужой территории Поддерживая Престиж Хозяина ринга Я себя Морально Не чувствовала Проигравшей И Мы очень Провели Яркую Послематчевую Конференцию Когда Сами же Немецкие Журналисты Полностью Меня поддержали Мне аплодировали И как Мне было даже Жаль Регина Потому что Ей приходилось Отвечать на Страшные Неудобные Вопросы И она Опускала глаза У нее было Побитое лицо Рассказав Об этом бое Мы чуть не забыли Уточнить Он проходил В формате 10 раундов По 3 минуты Вопрос Кто из мужчин Выдержит Подобные нагрузки Во время которых Надо не только Атаковать И быстро Передвигаться Но и выдерживать Мощные удары По голове Для любого человека Это опасно Когда тебе бьют Каждый раз в голову Это микроинсульт В принципе Вообще Поэтому Опасный вид спорта Конечно Жесткий Опасный У Кристины Матвеевой Не совсем Обычная профессия Она Телохранитель Когда-то Занималась Боксом Уйти с ринга Ее заставили Травмы Которые Приучили Ее Не воспринимать Боль Были Были Какие-то Такие нюансы Что там Кровь из носа Пошла Сломан Нос Но это Как всегда У меня Такое частенько Бывает Потому что У боксеров Знаете как У них уже нос Не ломается У них просто Набивается Хрящ Просто Набивается Набивается Поэтому Было Были Нокдауны Были Но опять же Я вот По себе Говорю Что я вообще Боли не чувствую Как и многие Боксеры Любители Кристина Постоянно Травмировала Кисти рук Причина Специальные Варежки Придуманные Для того Чтобы уменьшить Силу удара Дело в том Что в таких Перчатках Невозможно Полностью Жать кулак И нанести удар В полную силу От них Не в восторге Большинство Боксеров Как женщин Так и мужчин Я не знаю Для чего Они это сделали Может быть Они сделали Для того Чтобы меньше Какой-то Травматизма Было Меньше Нокаутов Но На травматизм У ребят Руки То есть Здесь надо Я не знаю Есть там Способы Заворачивали Их Но все равно Вот такая тема Все Как ты Раз Раз Вообще Я не знаю Я бы Отрубил по локте Руки Этому дизайнеру Кто их придумал Большинство Боксеров Травмируют В таких Перчатках Кисти Потому что Вынуждены Бить Полусогнутым Кулаком Но если На ринге Женщина Которая уже Получила трещину Лучевой кости Какая была У Кристины Матвеевой Волей-неволей Она будет Бить так Как удобно То есть Открытой Перчаткой Что в принципе Запрещено Сила удара Идет От скрутки То есть Ты работаешь Корпусом Полностью И вот Допустим Когда Ты бьешь Открытой Перчаткой Это значит Ты не заворачиваешь Кулак То есть Получается Бьешь Вот так Грубо говоря Ну и естественно Бьешь Вот этим пальцем Большим Где находится Лучевая кость Ну и вот Когда У меня был Просто случай Когда я ударила Раз Бас Одновременно Открытой Перчаткой Ну и то есть Таким образом Случился Перевод Но что не сделаешь Для победы Особенно Если это Касается Агрессивно Настроенных Женщин Даже если На ринге Бойцы Испытывают Боль Они пытаются Скрыть ее От судей Соперницы Причем Довольно Неожиданным Способом Активнее Начиная Драку Многие Любительницы Бокса Признаются Боль Их только Заводит Для того Чтобы она Так завелась Ей нужно Получить Намного Сильнее Удар Чем для Мужчин Почему Женщина Рожает И говорят Многие Доказали Профессора И вся Мировая Медицинская И медицинские Институты Что доказано Что если бы Такую боль Переносил мужчина Во время родов Как женщина То он бы Не выдержал Не выдержал бы Сердце И так дальше Это правда Женщина Завышена Любой Порог 2 апреля 2005 года Во время Официального Поединка Американская Боксерша Бекки Зерлендес Пропустила Множество Ударов В голову И в конце Концов Упала На ринг На следующий День Она скончалась От обширного Кровоизлияния В головной В головной Мозг Открыв Черный Список Смертей В женском Боксе Сама Сама по себе Женщина Существо Нежное И я Как мужчина Не приемлю Вот такие виды Женского Вида Спорта Как допустим Тот же бокс Кикбоксинг Тот же футбол Тот же поднятие Тяжести Некоторые виды Борьбы Не связаны С большими Физическими Психическими Перенагрузками Естественно Травмами Я считаю Что это ненормально Когда женщина Получает Удары Множество Ударов Грудь Даже при наличии Протектора Голову Живот В пах В конце концов Потому что Она в дальнейшем Должна рожать И стать матерью А как это Скажется В будущем Мнение медиков Расходятся Во-первых От неприятных ударов Женщину Защищают Грудные И паховые Протекторы Во-вторых Нет ни одного Доказанного Случая Когда боксерши Или каратистки Имели проблемы Со здоровьем Органов Деторождения Причиной которых Являлись травмы Полученные на ринге Возьмем Женскую грудь Это Что она собой представляет Это скопление Жировой ткани Фасции Большой грудной мышцы Очень подвержено Различным Гормональным Изменениям И При ударе При ударе Возможно Образование Так называемого Жирового Некроза То есть Образование Таких Уплотнений Вот Которые могут Конечно Иногда И ассоциироваться С опухолевыми Заболеваниями Доказано Что именно Спортивный образ жизни И правильное питание Идут только на пользу здоровью А все подозрения В адрес Женских боевых Единоборств Это не более чем Предрассудки Это просто проверка Для себя Я же не иду Я не выхожу Бороться с ведмедем С левом Чтобы проверить Свой адреналин Я выхожу В клетку Для того Чтобы дознаться Какие Якости Мне нужно еще Наробить Чтобы Утримать Перемогу Для чемпионки Мира по кикбоксингу Екатерины Тарнавской Такие упражнения С оружием Необходимы Для концентрации Внимания И отработки Движений Со стороны Это может выглядеть Как простое развлечение Всего лишь Один взмах саблей И соперник повержен Но не дай бог Встретятся с такой Амазонкой в бою Дамы и господа Восьмиугольник Приглашается Спортсменка Из Украины Из города Львова Поэтому целесообразнее Будет объявить ее На державней мове Катерина Тарановская В том числе В клетке Где Екатерина Чувствует себя Хозяйкой Это пространство В котором ты закриваешься Залишаешься Сам с собой И борешься Своими недоликами Где ты сразу Відчуваешь Свої слабости И свою залежность Это Речь Где ты Можешь Відчути Власну велич И власну Пустоту И низменность Того света Одночасно Ноябрь 2012 Года Это бои без правил Которые традиционно Проводит Харьковский спортивный клуб Аплод Впрочем Правила здесь есть И довольно жесткие Всем бойцам Без исключения Нельзя бить В позвоночник Затылок Пах Также запрещено Заламывание Меньше трех пальцев Скручивание кожи и волос Продавливание Кадыка И глаз Все остальное Разрешено Это был один из переломных моих боев Потому что у меня была достаточно стримкая карьера спортивная Яка швидко перейшла в тренерскую деятельность И, соответственно, потом семья, дитина И я очень рано пошла за спортом И те, чего я могла досягнути, я не досягла И, соответственно, была думка про те, что Знаете, как не закончена справа Вы видите серию ударов в область носа В исполнении Екатерины Тарнавской Возможно, кому-то они покажутся не столь эффектными, как у мужчин Но соперница Екатерины чудом сохраняет равновесие Скрывая боль И только со звуком гонга Она опускается на пол, чтобы прийти в себя По нашей просьбе Екатерина Тарнавская воспроизведет серию ударов, подобную той, что она использовала в бою Нам интересно, действительно ли женщина может сломать нос своему сопернику Итак, смотрим Сила одного касания сравнительно небольшая 42 килограмма Но серия таких ударов способна сломать носовую перегородку Поверьте, это под силу любой женщине Были серьезные моменты, барышни зарубались довольно серьезно Причем доходило до того, что просто уже летели кровавые сопли И даже останавливаешь, разнимаешь, даешь отдохнуть, а потом опять как... Однажды чемпионке мира по боксу и кикбоксингу Елене Твердохлеб, она в черной футболке Пришлось за один вечер сломать носы сразу троим весьма настойчивым мужчинам В тот день горячие латышские парни захотели вдруг сразиться с девушкой, выступавшей в рестлер-шоу Мысли задние даже не возникло, что выстроится очередь мужчин Которые между собой будут спорить, кто пойдет на ринг первый Для того, чтобы меня направить в нокаут И всем было очень смешно на самом деле Но когда одного там приводили в чувство после нескольких минут, секунд даже пребывания на ринге Потом второго приводили в чувство с двумя такими затычками и носа уводили с ринга В 1997 году Елену с мужем и менеджером по совместительству пригласили в Италию на поединок Обещали всего пять раундов Однако боксершу обманули Ее ожидали 10 титульных раундов с соперницей, которая на 6,5 килограммов тяжелее Приблизительно на полголовы итальянка была где-то выше, может чуть меньше, чем на полголовы Ну а мускулатура у нее такая была, что и парни могли отдельно позавидовать Во всяком случае рельефность такая Она при короткой стрижке напоминала такого сбитого мужичка, боксера Вы видите эксклюзивные кадры этого поединка, в котором первый же раунд расставил все на свои места Секунданты уговаривают напуганную итальянку остаться на ринге Ее хватает еще на два раунда, после чего она сдается Мне кажется, даже сами организаторы, которые, да, вот ожидали, вот они увидели во мне такую Ну, приехала девочка такая щупленькая, хрупленькая, ну, спортивная Чем она может быть опасна? Проведя еще несколько поединков в Европе, Елена Твердохлеб пришла к выводу Никогда нельзя забывать, что основной аудитории у женского бокса всегда были и есть мужчины Кому интересно посмотреть на женщину в трусах боксерских до колен В майке, которая закрывает абсолютно все из женского тела, что только можно закрыть И в этом ужасном шлеме, в котором вообще непонятно что Ну, посмотришь, ну такой, не совсем хороший мужской бокс И причем в непонятной одежде Одейте девушек в хорошие коротенькие штанишки, красивенькие Дайте хорошенькие топики, сделайте нормальное дело Зрители будут только рады, если красивая женщина наденет короткую юбку и майку, которая будет подчеркивать ее фигуру А если это еще окажется чемпион мира по кикбоксингу, интерес к этой прекрасной леди обеспечен Елена Овчинникова, известная по прозвищу Охотник, стала обладательницей семи чемпионских поясов И даже снялась в клипе группы Тартак Никого не смущает, что, как правило, ее спарринг-партнерами выступают мужчины И далеко не последние в своем деле Однажды в бою Елена получила растяжение руки Не залечив травму, она отправилась на следующий очень важный бой за звание интерконтинентального чемпиона мира Сначала я не знала, что это перелом Я ударила, чувствовала сильную боль Но надеялась до последнего, что это не перелом И все-таки я продолжила дальше бить И была как раз с этой рукой Я чувствовала боль и дальше была Потому что я поняла, что остановиться не стоит И нужно выиграть однозначно Я подчас перерыва тренеру сказала, что у меня была рука Но, ну, даже не думала, чтобы не снималась Или остановиться, или перестать наявить У меня была цель перемогти Конечно, большинство мужчин остаются скептиками Которые иронично отзываются о женских боях Однако ни один мужчина не сможет остановить женщину Твердо решившую выйти на ринг Датами или в клетку Тем более, если это приносит ей большое удовольствие Это индивидуальный вид спорта, не командный Тут нужно работать самому над собой И побеждать самого себя И доказывать сначала себе, что ты лучше остальных На этих кадрах самые красивые и самоуверенные девушки Которые не имеют никакого отношения к модельному бизнесу Все они наши, украиночки Представляющие разные боевые единоборства Стараемся, то есть просто, может быть Это все-таки, наверное, по себе видке нашей Потому что вот у нас наша сборная девчонок была Вот мы выступаем на Европе, на мире Наша сборная выходит там Украины К нам все подходили и говорят Вот украинки самые красивые Это киевлянка и абсолютная чемпионка Европы По тэквондо Анжела Макеева Обратите внимание, как она и ее подруги Разбивают доски маленькими и вместе с тем твердыми кулачками В их исполнении это выглядит очень эффектно и красиво Причем девушки бьют так, чтобы не повредить маникюр Не правда ли? Очень трогательно Бывали случаи, у меня там на чемпионате мира, когда я колено вырвала То я уже, ну, то есть я реально потеряла Я не почувствовала, я, ну, какой-то такой щелчок То есть резкое какое-то сжение Я даже не могу этого передать, да То есть разрыв полностью связок был в коленном суставе То есть я вроде бы как и не теряла сознание Оказывается, потеряла сознание Пришла в чувство, у меня уже там шина на всю ногу лежит Через такие испытания проходит почти каждый серьезный боец И не важно, женщина ты или мужчина Это поединок за звание чемпиона Азии по кикбоксингу Два бойца готовы на все, лишь бы не проиграть Они демонстрируют великолепную технику Наносят друг другу удары От которых другой бы человек просто потерял бы сознание Женщины намного жесточей Они более жестокие То есть если ребята у них Они могут оставить за пределами Даяна То есть да, там противник вышел за Даян И все, они его отпустили То девушки, они жестокие и они добивают И вот ключевой момент Во время броска одна из девушек подворачивает А затем ломает ногу Это отчетливо видно на повторе Девушка стонет от боли, не в силах подняться Даже американский комментатор кричит, не скрывая эмоций О боже, мне еще не приходилось видеть Такого страшного перелома со смещением суставов Я использовала борцовский прием И тогда уже почувствовала, что что-то не так Услышала крик и увидела переломанную лодыжку соперницы Надеюсь, что все будет хорошо Тем более, что она попросила реванша И я приму это за честь И все-таки Это бои с участием женщин Поэтому смотреть на такие травмы порой очень неприятно Но ничего не поделать Это их личный выбор Если у меня, наверное, будет дочка То есть она в любом случае Она будет уметь драться Она будет уметь поставить за себя То есть, может быть, даже это не для титулов Вот И, ну, я понимаю, что в профессиональный спорт Она, может быть, не пойдет Но чисто для себя Для какой-то психологической подготовки Она будет в том месте Однажды известная российская боксерша Наталья Рогозина призналась Сильной и жесткой я могу быть только на ринге А в жизни я слабая, мягкая и пушистая Я могу близко к сердцу принять грубые слова И даже расплакаться Но поверьте Если вдруг муж запретит мне заниматься боксом Я без оглядки брошу все Потому что люблю своего мужа Да, возможно, это удивительно слышать Однако, несмотря на все мужские стереотипы Такие они Наши загадочные и прекрасные леди Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому